так ну что продолжаем тогда так отвечу сразу на вопросы сегодня занимался сайтом залил на хостинг установил тему 9 вопросов пока не здорово вроде все тогда по плану идет вчера про монарх забыли рассказать да да про монарх не рассказал вот но я думаю мы завтра про него его разберем к все что связано социальными сетями я вот решил на завтрашний день отложить а сегодня поговорим мы больше про взаимосвязь email рассылок взаимосвязь заявок там серым и все с этим связаны сегодняшнее видео завтра с утра будет доступна для работы с ним в принципе в принципе по идее вот это видео она уже сейчас транслируется на ютюбе вот ссылка и в принципе если вы сохраните уже завтра будет все работать экраны пока еще не включал сейчас включу буду показывать тире разбирали блум как я понимаю если устанавливать оптимонстр то блум будет не актуален в целом до блум это некая такая бесплатная ну бесплатная замена там функционал существенно ограничен но тем не менее он работает достаточно хорошо он надежный и если ну пока еще нет такой серьезной нужды там в отстройке серьезного там email маркетинга блума будет более чем достаточно соответственно конечно же когда вам нужно будет отстраивать все это таким образом чтобы сказать чтобы но чтобы действительно можно было тестировать там различные гипотезы прорабатывать все это отстраивать то вам конечно же рекомендую перейти на более такие продвинутые инструменты сейчас еще одну хочу картинку вам показать прежде чем начнем так проект по видео я сказал дмитрий у нас лендинге по нашим услугам вы был на базе лп генератор в лп генераторы предусмотрен много интеграции том числе с мэл чипом как считаете будет ли хотя бы на 50 процентов решения ваш работать не на полном автомате на пол там здесь в другом вопрос лендинг это лендинг сайт это сайт мы поговорим про это еще завтра поскольку если вы хотите системно развивать ваш проект да если вы хотите чтобы привлекать трафик и в перспективе чтобы вам в маркетинг нужно было складывать все меньше и меньше средств вам нужен поисковый трафик соответственно если поисковый над поисковым трафиком вы сейчас не начнете работать то там через год там через два как бы он у вас с неба не свалится и поэтому вам нужен многостраничный сайт с различными там инструментами возможностями со всем остальным лендинг это решение то есть это лендинг это одна страничка соответственно если вам этого хватает ну возможно и ну как можно на нем оставаться вопрос в том куда вы хотите завтра послезавтра поэтому не могу вам ответить так вот однозначно то есть полноценные схемы у вас в любом случае не будет и где-то будет что-то сложнее неудобнее так поставил в в пэнжин и последняя версия не работает визуальный редактор сталкивались с таким надо смотреть что может там не работать напишите на support собачка миг бизнес точка ру технический отдел передам посмотрит тут сюда напишите сборку укажите и логин пароль чтобы можно было зайти посмотреть в общем посмотрим поможем в целом если делали сборку на transferable вот этом на временном таком аккаунте возможно там будет такая сложность то есть грубо говоря его нужно будет разворачивать на живом сайте уже то есть не на тестовой сборке а уже на живом полноценном сайте там по моему была такая особенность пока еще не общались с так вчерашнее видео пока нет еще вчерашнее видео вчерашние видео есть сейчас он тоже сразу ссылку скину но в принципе осталось вчера после трансляции она пока еще не обработана пока мы еще не нарезали не обработали так как нужно но по крайней мере ну вот уже доступно будет здесь вот это вчерашнее видео обработка пока на процессе у нас находится так хотел вам показать одну картиночку интересную которая такая весьма многом расскажет соответственно вот у нас эта картинка но заключается в следующем что есть несколько фаз развития бизнеса развитие интернет бизнеса и развитие диджитала в целом чтобы можно было получить максимальную отдачу от тех технологий от тех возможностей которые сейчас есть соответственно начну как бы здесь все идет по трем фазам первая фаза это запуск это да либо запуск либо проверка mvp минимум viable про продакт минимально там жизнеспособная модель проверки там продукта еще чего-то и так далее то есть здесь вам нужно нащупать тот самый продукт услугу сервис который вы будете продавать который будете реализовывать непосредственно вашим клиентам по сути дела это выбор ниши плюс тест ее проверка там снова продукта и так далее то есть вас уже должны покупать у вас уже должны появиться первый клиент это то есть вот первый этап который нужно пройти цель его во первых определиться с направлением с продуктом и самим там сервисом который будете оказывать и дальше так и дальше непосредственно нужно ну и целью должно быть то что вы уже определились чем занимаетесь и грубо говоря если там вчера это было строительство то завтра это не будет там что-нибудь связано с домашними животными то есть все должно идти то есть в рамках там одного такого направления скажем так вторая фаза это growth hacking phase это фаза хакеров роста так называемый и здесь в чем особенность особенность заключается в следующем что если это стартап да если это вот только-только запущенная компания то ее можно характеризовать тем что есть заряд энергии есть заряд скажем так ну компания полна амбиций в плане там реализации своего потенциала соответственно и мало денег мало денег не так много ресурсов поэтому здесь то есть но на этом этапе важны как раз вот технология growth hacking для чего для того чтобы с минимальным бюджетом с минимальными ресурсами можно было получить кратный рост благодаря тому что решение применялись очень точечно очень ювелирно и каждое принятое решение действия но давал какой-то существенный рост который множилось множилось и и соответственно но вот позволяло расти соответственно в следующая фаза которая идет уже тогда со временем уже то есть но нужно уже переходить на рельсы такого же стабильного бизнеса где уже будет понятно как это будет работать как это все масштабировать достаточно серьезно и так далее здесь уже нужно прямо отстраивать бизнес-модель и здесь уже на третьем этапе этапом то есть фаза монетизации какой-то агрессивный это скажем так необходимость проработки бизнес-модели то есть digital бизнес-модели как она будет функционировать их там на самом деле не так много и нужно просто выбрать чем вот какое основное направление будет непосредственно у компании поскольку если на начальном этапе может быть направлении там продуктов будет несколько то дальше нужно как бы выделить то что является основным куда надо прикладывать там все усилия и что можно будет уже капитализировать для того чтобы это было ну и просто у некой компании там из одного человека еще чего-то да ну какой-то лавочки чтобы это уже вырасти в полноценную компанию которую можно капитализировать продать либо либо забрать прибыль там например там от выпуска акций там и всего остального вот ну в общем поэтому идея у вас должна быть следующее то что три фазы должны быть первое это создание ценности продукта далее это growth хэк это вот такой взрывной рост за счет там инновации за счет метрик цифр и всего остального и дальше добавление там дополнительных моделей модели по монетизации выбираю что-то одно основное и начинаем прямо прорабатывать всю эту нишу целиком по всем там возможным модели вот поэтому как-то так рекомендую запомнить эту схему использовать ее на целом пригодится и в этой концепции как раз то что включается продукт dbm он позволяет от реализовать все вот эти возможности growth hacking и вот вчера я там немного начал вам об этом рассказывать сегодня продолжу и как раз у вас уже ну то есть вы должны получить некий инструментарий который позволит вам все это реализовывать потому что без этого но будет слепая игра и будет достаточно сложно что-то такое серьезное проработать так окей